Милослав Ранцов, 62 года. Я преподавал в философском факультете Праджского кавлового университета. С 1984 года работал в Институте прогностики Академии наук. До этих политических изменений мы в этом Институте прогностики подготовили концепт экономических и социальных реформ для нашей страны. Работали для правительства и т.д. Центрального комитета. Ну и с 1990 года я был в федеральном собрании Чехословакии до распада Чехословакии, до разделения федерального государства. Ну и стал зампредседателем компартии по иностранным делам. В 1996 году я пришел опять в парламент, в палату депутатов Чехословского парламента, где я остался до 2004 года. Я был зампредседателем комитета по иностранным делам. И в 2004 году я работаю в Европейском парламенте. Я хотел быть, так сказать, послом Чехословской промышленности в Европарламенте. Некоторые вещи удалось сделать. И прежде всего моя инициатива была ровной. Это дело, которое касается 380 миллионов клиентов в Евросоюзе. Значит, это инициатива при возникновении, которой я был, значит, она поступала вперед. И сейчас из-за этого платят клиенты в Евросоюзе гораздо меньше за связь, чем в других странах, если они звонят. Сейчас я работаю тоже в этом комитете. Я зампредседателем этого комитета по промышленности, науке и энергетике. Ну и работаю тоже в должности вице-президента Европейского энергетического форума. И я работаю тоже в этом комитете иностранных дел. Ну а это, конечно, тема, которая касается украинского кризиса. Я женился в 88-м. У меня одна дочь. Ну и я счастлив тоже, что у меня до сих пор моя мама, которая испании, которой 88 лет. До сих пор она здоровая, живет на деревне в Средней Чехии. Ну, я там бываю очень часто. Так, это для того, чтобы я представил себя. Я тоже автор 25 книг из истории, философии, экономии, ну, социологии. Просто я занимался общественными науками в целом, потому что я думаю, что эти разные, разные дисциплины невозможно, ну, оттягивать от себя. Я думаю, что сейчас для общественных наук очень интересная пора, потому что два феномена сейчас основные. Это глобализация. Во-первых. Во-вторых, этот экономический и финансовый кризис, который вспыхнул в 2008 году. И до сих пор он не окончился. Когда мне тогда спрашивали, какое время будет длиться этот кризис, я говорю, но следующей депрессией это будет, скажем, будет 10-12 лет. А они смеялись. Сейчас уже никто не смеялся. Не смеялся. Потому что если бы я вернулась к этому разговору, но все говорят, конечно, вы были правы. Ну, и сейчас, по-моему, пора для гостей, чтобы этого, этого, этой встречи, чтобы они, ну, показали, каким направлением мы должны на нашей дискуссии. Спасибо за вступительное слово. Мы можем поговорить во всем. Можно поговорить о санкциях, о Крыме, о украинском кризисе. О чем? Первый вопрос, может, наслаждаться? Да, где у нас микрофоны? И в вопросе, да, пожалуйста. Первый вопрос. Меня зовут Жан-Клод, я испанец. Я хочу сказать, что вы думаете о этой информации, как в России, в Европе, и я думаю, на Европе, в парламенте, что касается КРИБ. Потому что, по-моему, КРИБ это пила, есть и будет, пускай я змею, и, ну, когда я сказал, что вы, вы видите, что пунктальная информация в рамках Евросоюз. Спасибо. Что вы думаете о том, как пакета, Что касается Крыма, я не сказал, что начал свою жизнь научную как специалист по античной истории, античной философии. Я преподавал в философском факультете в Праге, античную и средневековую философию тоже. Ну и я написал мою дипломную работу по поводу возникновения философии в античном мире, в Милете, в городе Милет. И Милет, конечно, он основал по некоторым данным тоже 90 колоний, некоторые данные говорят 75, самые скромные говорят 60 колоний. Ну а многие были здесь на территории Черного моря, тоже Южной Украины, Крыма, Северной Турции. Я скажу, что здесь была всегда сложная история в этой территории. Я думаю, что быть мостом между отдельными цивилизациями, быть таким перекрестком разных интересов великих держав, это угроза, а это тоже возможность. И что касается Крыма, я думаю, что это может быть тоже сейчас возможностью в будущем. Потому что, ну, это произошло сейчас так, что, и когда власти Крыма требовали больше полномочий, ну, ответ из Киева был, вы сепаратисты, вы террористы, будет против вас уголовное дело. Это была ошибка. По моей оценке, если бы не было этого, этой реакции, если бы власти в Киеве, правильно, пошли на децентрализацию власти, как они обрешали, многократно, многократно, даже Крым бы не ушел. Даже Крым бы не ушел. Потому что они требовали сначала только больше полномочий. Но когда была угроза уголовного дела и разные попытки санкций, просто случилось по-другому. Я думаю, что мы сделали выбор, который он, ну, с некоторых сторон был проблематичен, что касается этих гудапеческих соглашений. С другой стороны, есть, конечно, история, когда был этот подарок Хрущева в Украине в 1954 году. Но тогда, тогда это, говоря, не произошло вообще путем дискуссии в Верховном Совете. Но все-таки, что касается будущего, я думаю, что эти отношения будут развиваться в отношении того, какие будут, если будет диалог, какой-то диалог между Россией и Украиной. Потому что сегодняшний конфликт, он вредит обеим. Он вредит Украине и России. Потому что Украина была, конечно, в советское время, вы помните, одна треть советской промышленности. Одна треть. А сейчас, чтобы был экспорт из украинской стороны в Россию, представляю даже в свое время 80%, после этого 60%, сейчас ноль. Сейчас не идет никакого экспорта в Россию, что касается Украины. Я думаю, что потеря этого для обеих, но отвисит от того, если будет какая-то дискуссия, какой-то диалог. Диалога в настоящей форме сейчас вообще нет. Но что касается реакции России, я вижу, что они опасались прежде всего того, что этот Черноморский флот, он падает в руки американцев, что эти ракетные силы, они двинутся в направлении к Востоку. Но скажем, что не было никакой попытки эти опасания сдерживать. Сказать, нет, мы не планируем никакого перемещения этих ракетных сил на Восток. Мы не планируем вообще никаких таких действий, что какие были угрозы для России. Ну, это трагично, я бы сказал, что это трагедия, что случилось. Что случилось, потому что сейчас я люблю Украину. Я вам скажу, что я люблю Украину, что, конечно, вы знаете, что во время Первой Республики Чехословакии, это там была часть, ну, Закарпатия, конечно, так мы называли это подкарпатская Русь на чешском языке. Но это Закарпатия, это, конечно, тогда была частью Чехословакии. А именно многие, многие русины, они сражались в рамках Чехословакской армии на Восточном фронте, были в составе нашей армии. Многие из них остались после Второй мировой войны в Чехословакии. Там жили. У них были связи с этими семьями там в Закарпатии. И, значит, для нас это тоже часть нашей истории. И я вам скажу, что просто, когда были майданские события, многие люди чувствовали, что это возможности демократических изменений. Даже Путин сказал, что там было демократический потенциал. Но что случилось на деле? И что случилось, что власть перешла полностью в руки олигархов. Сейчас этот олигархат, это угроза для украинцев, как нации. Потому что, ну, я скажу, что я сейчас прочитал, ну, сказал это бывший грузинский президент Саакашвили, который сейчас губернатор Одессы. Одесса. Он там на одном Одесском сайте, Тайвер, он сказал, что Украина превратилась в беднейшую страну Европы. Ну, это трудно этому верить, потому что есть Албания, есть Косово. Просто, но он говорит, беднейшую страну Европы. И он говорит, если мы создадим хорошие условия и будет рост валового национального продукта в темпах 4-4% ежегодно в таком случае мы добьемся социального уровня Украины. При Януковиче через 20 лет. Через 20 лет. Я не знаю, если Саакашвиз знает, что это страшнейшее обвинение сегодняшних властей. Да, когда были майданские события, валовой национальный продукт Белоруссии был тогда 260% уровня 92-го года. В случае Украины 45% и наоборот 100 богатейших украинцев контролирует 38% национального имущества. Уровень неравенства страшной. Хотел бы сказать, что несправедливость ужасная просто. С одной стороны миллиардеры, с другой стороны люди, которые живут в средней зарплате 40 евро ежемесячно. Это невозможно. Я думаю, что мы должны сделать просвещение, чтобы люди в Западной Европе, в Средней Европе знали, в Европарламенте, в Комиссии, чтобы знали, что Украина не бедная страна. Это чрезвычайно богатая страна, у которой огромные запасы Черноземья 30% всех мировых запасов. Запасы угля на 400 лет, запасы железной руды на 3% всех мировых запасов. Манган, уран, там даже газ, чтобы обеспечить снабжение жителей хватит. не чтобы обеспечить снабжение промышленности. Но все-таки я думаю, что эти огромные шансы этого, этих жителей, там талантливые люди, потому что я говорил несколько раз сегодня о том, что в этих беднейших, страшнейших условиях, темпы освоения информационных технологий, ставят Украину на второе место в мире, я думаю, что эти огромные шансы, они сейчас под угрозой этой политической структуры. было много шума, что касается моего посещения Крыма, было много шума украинских СМИ. Также мои друзья звонили и предупреждают меня, что может быть, что они запретят украинские власти мое вступление на украинскую землю, что уже не будет возможным, чтобы я там пребывал. Я думаю, что это бессмысленно, потому что я всегда говорю и говорил тоже на украинской земле СМИ, я говорил, о чем я убежден, что я люблю Украину, что я выступаю всегда в пользу Украины. Я думаю, что они стали обманом, стали предметом обмана не только СМИ, но тоже политиков. Если, например, Порошенко, президент Украины, на своих бигбордах во время выборной кампании обещала, что они будут в 2020 году будут членом Евросоюза, это обман. Конечно, Меркел, канцлер Германии, она говорила сейчас, что в современных условиях исключено, чтобы они были членом Евросоюза. Там нужно, но как Евросоюз скажет видеть сам себя, вопрос такой, если это оправдан, но просто видеть себя как пространство свобод и человеческих прав. Я должен сказать, что Конституция Украины одна из самых передовых в мире. Эта Конституция Украины, она очень качественная. Но вопрос такой, кто соблюдает эту Конституцию? Кто? Если поставим этот вопрос, ну просто невозможно говорить о гарантии политических человеческих прав, если идет фальсификация выборной кампании. Я это видел, я присутствовал, я был во время этой выборной кампании на украинской земле. И на еженедельную основу. Там были попытки даже после окончания этого выборного избирательного процесса, там были попытки фальсификации и были разные попытки сделать перекалькуляцию скажем этих результатов. в Новомосковске например, в Кривом Рагу я видел эти разные вещи, были у меня, я создал сеть информаторов, создал сеть информаторов, чтобы знать больше об этом процессе. И я говорю, украинский народ не заслужит того, что с ним, того эксперимента, который с ним происходит. я люблю Украину, я всегда выступал в пользу будущего Украины. И я думаю, что сейчас является бессмысленным тоже эта угроза санкций, которая идет против России. потому что эти причины того, что случилось, они внутренние всего. Это внутренние причины того, что происходило на украинской земле. Я вам говорю, что даже наши информации по поводу количества жертв не точны. Расходятся, конечно, эти цифры, но это страшно. Это страшно, если там говорят некоторые три с половиной тысячи, некоторые говорят двадцать тысяч, и некоторые даже сто тысяч. И если бомбят школы, бомбят гостиницы, эти больницы, например, в таком славянске было восемь больниц, сейчас там осталась только одна действующая больница. Я думаю, что сейчас мы должны все сделать коррекцию своих позиций. И самое главное помогать восстановлению этой страны, помогать восстановлению Донбасса. Просто семь миллионов людей там живут. Семь миллионов. А сейчас там четыре миллиона. Ну, там были, ушли из Донецка я был четыре раза, я вам скажу. Ну, там этот мэр города Лукьяншенко, он был, его училивали, он сделал очень много для этого города, он такой, ну, хозяйственник, салду, но там было миллион сто двенадцать тысяч людей. Когда я с ним говорил в последний раз в августе 2013 года, он мне говорил, что осталось так семьсот тысяч людей. И сказал мне, он вызывал, призывал мне, чтобы я повторял эту каузу Украины повсюду, где я буду на разных форумах Евросоюза. Но я пытаюсь это сделать. Там мне сказали, когда мы были на конференции, что касается обеспечения прав детей и молодых людей на востоке Украины. Но мне там тогда сказала женщина из той организации УНИЦЕФ, что семьсот тысяч пятьдесят тысяч ребят и молодых людей, они уже столкнулись с насилием военного происхождения. Но это травма на всю жизнь, если я это точно понимаю. И значит, что мы можем сделать сейчас? Я всегда говорил, что задача номер один восстановить экономическую стабильность, что дать рабочие места людям, что невозможно жить в условиях, когда в таком юшмаше девять месяцев и сколько не получают люди ни одной гривны. Что в разных великих заводах, как, например, нефтеперерабатывающий завод в Одессе, что подобная судьба. Я думаю, что мы должны в Евросоюзе и повсюду стараться, чтобы там эти заводы, которые сейчас пустые, где нет, надежной продукции, чтобы там были рабочие места и чтобы был возможен экспорт, чтобы была надежная продукция, которая нужна. И я думаю, что это возможно, что там сотни и тысячи предприятий, которые ждут программы, рабочие программы. Я хотел бы сказать, что для этого требуется дискуссии, экономической дискуссии, экономической рабочей программы. А что меня удивляло во время этих выборов, которые были осенью прошлого года, что там практически тема экономики отсутствовала. Там не было тем восстановления экономической структуры, экономической жизни. Инвестиции в инфраструктуру, чтобы дать жителям Украины работу, стабильную и надежную работу. и эту тему мы должны повторять, потому что политическими фразами невозможно жить. И философ Сартр, сегодня я несколько раз о нем говорил, он умер в 1880 году, значит, 25 лет со дня его смерти. И он говорил, что сила вешает больше силы слов. Сила вешает больше силы слов. И эти реальные факторы, они должны быть впереди. Извини, что я слишком много говорим. Александра Латушка, Крыминформа, информационное агентство. Господин Раснов, мы понимаем, что Евросоюз, Запад и в частности Германия могут шаговзоровать Российскую Федерацию статусом Крыма до бесконечности. По вашему мнению, есть ли вообще перспективы того, что Крым как субъект Российской Федерации на Западе будет когда-нибудь официально принят? И если да, то когда? Я не могу, конечно, сделать прогноз поведения политиков. Вы знаете, поведение политиков бывает очень часто иррациональное, конечно. Но я думаю, что самое главное, чтобы была дискуссия, чтобы был диалог, чтобы было сотрудничество. К этому мы должны создать условия. Но я сейчас вижу это как такую волну безумия. Например, председатель Европарламента Шульц нам послал письмо всем депутатам, что он запрещает послу Российской Федерации, чтобы вступил на почву Европарламента. Я написал ему ответ, что тем самым он нарушает Венскую конвенцию, Венскую конвенцию по дипломатическим отношениям. Этот артикуль, если помню, статья, статья 51, не помню сейчас точно, но просто нарушает Венскую конвенцию по дипломатическим отношениям. это такая сейчас волна безумия. И хотел бы сказать, что нужно критическое мышление, чтобы мы не были уже в Евросоюзе, ну, простите, что я скажу таким, ну, скажем, языком, который не дипломатический, чтобы мы уже не были полезными идиотами Соединенных Штатов. До сих пор поведение Евросоюза такое, что мы выступали в позиции, скажем, полезных идиотов Соединенных Штатов. А это вредит, конечно, тоже Украине. Мы видим, что Украина сейчас она уступает из центра, скажем, этого фокуса скажем, дискуссий, что сейчас наступает Ближний Восток. Ну и конечно, когда спровоцировали этот кризис украинский, а Виктория Нулан сказала, что там дали 5 миллиардов долларов в поддержку этого кризиса, чтобы была смена власть. И об этом тоже писал Пол Крейг Робертс, который был замом министра финансов в этой эпохе Рейгана. Но это конечно это было намерено, чтобы повредить не только Российской Федерации, но тоже Евросоюз. Я скажу, что Виктория Нулан сказала, что цель этой операции, но скажу это на английском языке, потому что перевести это стыдно. То факт и 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 Думаю, быть инструментом какого-то другого это нехорошо и что потенциал этого сотрудничества огромный. Ясно, что некоторые люди США хотели бы получить подарок такой, контроль ресурсов Российской Федерации. Конечно, с ресурсами Российской Федерации было бы возможно поставить под контроль не только Евросоюз, но тоже Китай. Вы видите сейчас разные действия в Южно-Китайском Смолино, куда там идет транспорт нефти и газа на Дальний Восток. Я думаю, что мы должны думать по-другому, по-другому, эпоху Редня был такой принцип с испанцем парабелу, если ты хочешь мир, тебе готовить войну. А я думаю, что это уже постарел, этот принцип не работает, не действует, он нереалистичен. в этих условиях должно быть, если ты хочешь тебе готовить мир, сивис пацен парабацен на латынии. Ну, не знаю, если я ответил на ваш вопрос. Это я вам сказал, что я не в состоянии сделать прогноз поведения политиков. Но это зависит от того, что будут делать, конечно, как будут вести себе эти субъекты международного права. конечно, что касается России, что касается Евросоюза, что касается США. Но я думаю, что если тоже я вам сказал, что есть смена приоритетов сейчас для США. А что касается санкций, например, но я вам говорю, в прошлом году объем торговли между США и Российской Федерации он возрос на 6% этот объем. А в то же время нам говорят, что мы должны быть солидарными с обьютом санкций. нам европейцам. Да? Возьмите вопрос. Ведь микрофон на первый ряд, пожалуйста. Уже здесь. Я вот хотел вас, вот по сумме того, что сказано на тему заявленного вами выступления, вообще-то акценты получаются совсем другие. мы говорим о проблемах на Украине, а оказывается проблемами вообще-то в Европе. Потому что, ну, то, что сейчас происходит, допустим, сейчас сегодня объявили, что наложен арест Франции, Бельгии, наложен арест на имущество. Вы думаете, это волна беженца, да? Арест на имущество Российской Федерации. Вот только что, буквально перед вам прийти, что на государственную СМИ наложен арест. То есть журналисты не имеют права работать, выходить в эфир, ну, и так далее, и так далее. Тут дело в другом. Я хотел бы вот что сказать. Если проанализировать все, что вы сказали, ну, и то, что здесь сказано, то получается вообще-то проблема не в Украине. И украинские проблемы это не ее внутренняя, а проблема с Европой. Ну, допустим, возьмем такую, да, старую легенду, что когда Примитея Керакова освобождал, вот, он у него спросил, как же так, почему же пошел против воли Зевса, да? Он ему ответил, очень мудро ответил, он сказал, выполнять волю Зевса, это значит исправлять его ошибки. А теперь если коснуться в Европе, я не вижу никаких дел в Европе вообще, которые бы могли были решились и отважились бы организованно исправлять ошибки Европы, да? Я хочу лучше сказать такую удивительную вещь, может быть, что, допустим, за последние лет пять действия Европы таковы, что они почище любой антиевропейской пропаганды, да? Если мы возьмем, допустим, Германию, фашистскую, внутри Германии не было критики режима, фашистского режима, он вовне, а сейчас происходит совсем удивительная вещь, своими действиями. Европа компрометирует себя по максимуму, и это видно даже среди молодежи, вот особенно 20-18 лет, и это все так. Меня удивляет, как так? Они не рефлексируют на проблему, они ее вообще не хотят видеть. Это вообще-то говорит совсем о другом, это говорит не об экономике, это вообще-то нравственная, или даже интеллектуальная деградация. Это вот такое видение. Я хотел сказать, есть ли шансы увидеть в Европе эти проблемы, ну и как-то от них отреагировать, но желательно позитивно. Вот такой вопрос. Ну, вопрос, конечно, очень полезный, потому что проблема Европы номер один это отсутствие лидеров. Значит, сейчас нет политиков, которые были бы способны стать лидерами своих наций, нет политиков, у которых было концептом, скажем, визии политики, они становятся больше и больше, ну, скажем, откликом СМИ, разных СМИ, и сказал бы, что выпадают то, что имиджмейкеры, значит, эти создаватели имидж политики, они переписывают. Нет таких политиков сейчас в Западной Европе, какими были, например, грант, или каким был Шумер, который стал одним из основоположников Евросоюза. Нет таких. Это люди, скажем, ну, без формата, сказал я. название это дискуссия формата А3, да? Просто это дискуссия, это у них нет формата А3, но у них вообще нет формата в этих политиках сейчас, которые сейчас в разных европейских странах. Но если я был, я присутствовал, например, в выступлении такого французского президента Саркоса, я вам скажу, это было смешно. Это было смешно. Никаких мыслей, никаких мыслей, но когда выступал, например, этот сегодняшний губернатор Одессы, он был тогда президентом Грузии, но я об этом говорил, что он тогда выступал в Европарламенте, там он был он говорил на прекрасном английском языке, но там не было никаких мыслей в этой речи, только одна, что мы должны покупать грузинские вина, потому что это вина свободы. Ну, когда была дискуссия, я спрашивал, но представьте себе, что там нет людей, которые знают реальности в Восточной Европе, значит, некоторые вообще не понимали, о чем я говорю. Я спрашивал, ну, скажите мне, есть ли грузинские вина вина свободы, тоже любимая вина Сталина, Хванчкара и Кензмарауди вина свободы. Ну, один из этих политиков, он из Австрии, Анна свободы, практически вспыхнула смеха, но там проблема такая, что сейчас требуются визы, программы, концерты, потому что мы сейчас в новом состоянии. Лорен Саммерс, например, который, скажем, ведущий представитель этой экономической экипы президента Обамы, ну, один из архитекторов этого финансового кризиса, потому что он выступал и резко против регуляции этих деривативов, деривативов, да, финансовых рынков этого типа, он сказал, что в этих передовых западных странах нет потенциала экономического роста, динамики экономической, что есть только одна возможность, как обеспечить ну, создания этой динамики этого роста. Это искусственно создавать пузыры, баблз, пузыры, спекулятивные пузыры. Но что мы видели случай, например, этого финансового кризиса? Ну, там все время нам говорили, что рынки они руководят сами себя, что рынки, конечно, они пользуются авторегуляцией, да. В том смысле выступал Элен Принспен, который был во главе Федора долгое время. и что случилось? Но в 1972 году два экономиста получили Нагадельский приз по экономии. и были первые биржи этих деривативов. В 2004 году был балловой национальный продукт сайд штатов триллионов долларов. на чистом бельон это русском триллион, как на английском, конечно. и объем этих деривативов CDS был тогда 5 триллионов. когда был код кризиса 2008 объем этих CDS был уже 62 триллиона и объем балловой национального продукта был 12 триллионов. Значит это показывает какая была огромная волна спекуляций и безумие скажем без всякого контроля этой финансовой системы. В некоторых специальных рынках это роль дериватива была еще выше. Например рынок нефти и газа там 30 раз больше это было скажем реального объема этот объем дериватива. Так это было. Ну я вам скажу что если нас призывает господин Саммерс чтобы мы поступали этим путем но это путь который ведет в ад и у нас сейчас альтернатива я вам скажу как я вижу это или настоящий кризис будет решиться авторитарным путем авторитарным путем и так альтернатива потому что будут возможности прослушивания контроля новые технологии они используются этим путем контроля людей и их поведения мышления или мы найдем новые формы общественного жития новые общественные формы формы где потому что новые технологии которые сейчас они наступают они вне этого начала прибыли частные прибыли прибыли создать экономику услуг и услуг для общества но конечно это уже вне принципа вне начала этой частной прибыли если например угроза такая что если эти новые технологии они полностью развивались а это стало причиной того что новая это длинная волна кондратьев кондратьева она не наступила но в таком случае под угрозой бы очутилось 80% всех рабочих мест а это проблема с которой сейчас эта современная система капитализма она столкнулась это проблема перед которой запад стоит в этой твердой форме сейчас и значит две возможности или изменения в этой общественной социальной сфере в пользу новой экономики новой социальной структуры и тем самым связано что мы должны поддерживать новые формы политической жизни где будет участие жителей и будет участие граждан или это авторитарная или тоталитарная форма контроля общества это стоит перед нам возможно 10 лет и мы уйдем альтернатива этот скажем фуркансер она нам даст 10 лет возможно но это альтернатива перед которой мы стоим или авторитарная форма решения кризиса или новая форма скажем скажем этой социальной экономической структуры изменения перевод дюй Snow девуш công пол г б оч